Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге вектан.инфо. И после моего выхода ролика о церковном вмечании, а многие писали там, что сильно длинный, давая четко по фактам и все остальное. Хорошо, я сделаю еще один ролик. Давайте начнем с чего? Поп говорит всегда, возвеличься жених, как Аврам, благословись, как Исаак, и умножись, как Яков. И ты, невеста, возвеличься, как Сара, вознесись, как Ревек, и умножись, как Рахиль. Но давайте с этого и начнем. Аврам, основоположник основной ветви еврейского рода, женился на Саре, которая приходилась ему, сводная по отцу с сестрой. Бакс, раз, есть. Это Бытие 20-12. Аврам ради выгоды и выживания устраивал себе хорошую жизнь, подкладывая свою сестру-жену в кровать фараону. Бытие 12-13-16. И царю Авимелеху. Бытие 20-2. Но Господь наказал не Аврама и Сару за их действия, а фараона, который не знал, что Сара замужем за сводным братом. Бытие 12-17. И наказал Авимелеха и его жену и рабынь. Бытие 20-18. После Аврам пришел в земли, где жили ханы. И Господь у этих земли завещал ему и его потомкам. Бытие 13-14-18. Господь богословляет его и его статус рабовладельца, у которого было 318 рабов. Нормально так себе, да? Бытие 14-14. Бытие 15-1-7. 15-18-17. И Бог повелит соблюдать завет обрезания на восьмой день. Бытие 17-11-14. Сара не может родить. И советует мужу, брату Авраму, зачать им ребенка от египетской рабыни. Когда зачали, Сара рабыню так теснит, что ей пришлось удрать. Но добрый ангел ее вернул. Но когда Сара рожает, то просит выгнать рабыню и ее сына. Бытие 21-10. Бог говорит Авраму, слушать Сару. Бытие 21-12. Бог говорит Авраму, слушать Сару. Но я уже в прошлом видео рассказывал, что Саре были 90 лет, когда она начинала. А ему было 100 лет, Авраму. И по сути непонятно, откуда взялся ребенок. И где при этом был Аврам, тоже непонятно. Итак, поехали дальше. Исаак, сын Аврама и Сары женился на Ревеке, внучке Нахора. Брат Аврама на самом деле. Бытие 24-15-24-24. То есть Исаак женился на двоюродной племяннице по благословению Господа. Бытие 24-40-45. Исаак, как и отец, говорит на свою жену, что она сестра, так как боится, что его убьют. Бытие 26-7. И боится умереть за честь жены. Бытие 26-9. Господь его благословляет. 26-12-14. Исаак и Ревека родила близнецов Исаава и Иакова. Старший Исаав был в тягость родителям. Бытие 26-35. Странно, почему, если он был человеком полея и искусным звероловом. Бытие 25-27. Исаак его любил, так как Исаав вкусную дичь приносил. Бытие 25-28. Какой корыстный Исаак был, не правда ли? Обычно родители любят своих детей за то, что они их дети. Второй брат Иаков, обманом с помощью матери Ревеки, бытие 27-5-37, отнимает у старшего брата Исаава первого родства. Бытие 25-30-34. И благословение, бытие 27-27-29. И Исаав становится рабом у младшего брата, обманщика Иакова. Это нормально, да? Ну, вот вам говорят, что у вас так было, да? Это нормально. У вас два сына, а один другого сделает рабом. А в подтверждение своих слов, бытие 27-37. Для матери Ревеки это означает, что старший сын, и Исаав больше ей не сын. Бытие 27-45. Нормально. Она отказывается, по сути, от собственного сына. И это вам цепляет в церкви на овенчании. Класс. У Иакова было две жены, родные сестры, которые ему являлись двоюродными сестрами по матери. Бытие 29-10-30. Господь отвергает детей от старшей сестры Лии. Бытие 29-31. Рахиль была бесплодна. Рахиль бесплодна. Блин, как? Бытие 29-31. И рожала ей ее служанка Вала от Иакова. Бытие 30-5. Служанка Лия тоже рожала от Иакова. Бытие 30-10. Арахиль сестре продает своего мужа Иакова за яблоки. Бытие 30-50. Ну, вот как можно благословлять, чтобы было у вас вот так, как у них? Бог вспомнил Арахиль, и она родила Иосифа. Бытие 30-22-24. Иаков хитростью отбирал себе сильный скот, а слабый отдавал дяде Лавану. Бытие 31-42. Рахиль похищает идолов у отца. Бытие 31-19. А когда отец искал их, она их накрыла седлом и села сверху, чтобы не встать при отце, сказала, что у нее менструация. Бытие 31-35. Бог не смог побороть Иакова и дал ему новое имя Израиль. Бытие 32-24-28. Какой-то слабый Бог попался, по всей видимости, что не смог побороть. Фараона не смог того, не смог. Ладно. Сыны Иоакова за изнасилование сестры хитростью перерезали все мужское население города и обокрали детей и жен, взяли в плен. Бытие 34. Иаков сыновей не осудил, а испугался, что народ будет мстить. Бытие 34-30. Но он зря волновался. Бог на все окрестные города навел ужас, и Иаков с семейством мог спокойно удирать. Бытие 35-5. Рахиль тяжелых родов, рожая второго сына Вениамина и умирает. Бытие 35-16-19. И так далее, и тому подобное. Блин, вас вообще это не приводит в ужас, нет? И так, что попы желают славянским молодоженам при венчании кровосмешения, многоженства, рабовладения, ложь ради выгоды, обрезания, насилия, эгоизм, трусость, лицемерие. Разве не так? И едем дальше. Поп, находясь впереди бракосочетающихся, всегласно, то есть всеуслышание произносит первую молитву по чину обручения Божия, благословины Исаака и Ревеку и их семя, благослови теперь и рыбов твоих, следуют имена молодых. Вторая небольшая молитва ставит молодым другую пару христианскую церковь и Деву Марию. Третья молитва опять взывает к еврейскому Богу Божию, помогавший патриарху Аврааму, помогавший сыну и его Исааку найти верную жену Ревеку и обручившуюся их, в конце концов, обручи теперь эту пару. Больше как к тебе, Боже, некому обращаться, ведь ты дал власть Иосифу в Египте, ты прославил Данила в Вавилоне, открыл истину в Амаре, «Моисея вооружил в Красном море, ты евреев укреплял всегда». Действительно, кому же нам еще обращаться, нам, нам, славянам, нам, кому обращаться? Разве есть кому еще другому обращаться? Попа девает обручальные кольца на пальцы молодых. Далее, само венчание. Эта часть обряда начинается стихами, последние два из которых гласят, «Благослови вас Господь от Сиона, и увидите прекрасный Иерусалим во все дни жизни вашей, и увидите сынов от сынов Израилевых, да будет мир Израилю». Ну, я уже говорил, люди, которые живут в Тамбове, в Кишиневе, в Киеве, в Минске, в Перу, да блин, где бы ни жили, да, в Бухаресе, алло, вы при чем тут, ну, при чем здесь, при чем здесь это? Я вообще не могу понять. Потом призывает новый брак таким, каким когда-то был брак еврейской семьи в Кане Галилейской. Затем опять великласно произносится молитва «Боже, когда-то Авраама богословимы и развержи ложа сна Сарины, и тем самым сотворивший отца всех народов Исаака, а затем даровавшую Исаака Ревеки, и та по твоему богословению родила славных сыновей еврейских, в том числе Иакова, будущего Израиля. Затем сочетавшую Иакова с Архилью, которая вместе с другими женами Иакова произвела двенадцать сыновей славных основателей двенадцати колен Израилевых, затем запрягшихся Иосифа, сына Иакова, с Осинефой, и пославших и славных детей Ефрема и Монасию, затем богословившую Захарию и Елизаветую, давшую им сына Иоанна Крестителя, и, наконец, великий Божий из корня Исей, от плоти родивший присно Деву, и уже из нее даровавший миру Иисуса, а тот, в свою очередь, показал в кане галилейском всем народам, каким должны быть бракосочетания, богословить теперь и этих рабов, стоящих теперь в церкви. Тут же читается следующая молитва. И опять, славянские головы, непонятным образом, к чему относящиеся, идут молитвы. Благослови Божий молодых сих, как когда-то благословил Авраам и Исару, Исаака и Ревеку, Якова, его двенадцатого фея Иосифа, Осинефу, Моисея, Сафору, Якова, Анну, родителей Деевы Мария, Захария и Елизавету. «Сохрани их, как когда-то сохранил Ноя в Ковчеге, Иону, утрогай Китай, трех еврейских отроков в печи Вавилонской. Помни их, как некогда помянул Яноха, Сима или всех прочих выдающих евреев». Затем читается отрывок из послания апостола Павла к Ефесеям. Место из Евангелия от Иоанна, из которого становится ясно, что вся нравоучительность в браке, брака в Кане Галилейской состоит лишь в том, что когда на свадьбе вдруг не хватило вина, то попросили присутствующего Иисуса достать спиртного. И тот, ну, как волшебник какой-то, как коперфил, да, превратил воду в вино, положив тем самым начало своим чудесам. Сейчас китайцы сделают из воды не только вино, но они туда и таблетку кинут, и коньяк получится. Они такие чудеса творят, ну, давайте их признаем. Ну, я считаю, что вина за спаями славянского народа полностью лежит на христианстве. Ну, и далее наступает торжественный момент. Израильский бог вроде бы согласился наконец благословить славянскую пару, и поп обводит молодых свинцами на головах вокруг аналоя, слежащие на нем крестиком и в Англии. Раздается торжественное пение. То есть в самую торжественную минуту в лица молодых просто преподносится иудийский жрец Исаия. И, знаете, там такая подоплека, такой намек есть, что во жреве уже этой девы может быть уже ребенок, скажем так, иудей может быть. Священник снимает венцы из голов молодой, по очереди ее приговаривая к жениху. Возвеличься, жених, как Авраам. Бог зависть, как Исаак. Умножь, как Сиаков. А невеста, и ты, невеста, возвеличься, как Сара. Возвеселись, как Левета. Умножься, как Рахиль. Заключение священника еще два раза упоминает о браке. В Кане Галилейский обряд венчания закончен. При венчании, а если происходит венчание второбрачных, то есть венчающихся во второй раз упомянутым выше иудеям, добавляется библейская блудница Рав, анонимный мытарь, но особенно апостол Павел, то бишь все тот же Шаул и уединин. Ну вот так вот кратко я вам описал про инцест, про кромовое смешение, про хитросплетение, про вранье, про то, что как родные дети, чтобы не дружили. Вот скажите, вы за этим идете в церковь? За этим? Ну если вы идете за этим в церковь, то, конечно, идите, я не против. Ну а для остальных просто прошу задуматься. Не хочу затягивать это видео. Кому надо более детально, смотрите мое первое видео о венчании, о христианском венчании. Также видео о черном венчании. Я думаю, что будет с чем сравнить. Всего доброго! Да пребудет с нами сила! Искренне ваш Виктор. Следите за новыми выпусками, а лучше подпишитесь и нажмите на колокольчик. Все, пока-пока!